Всем привет, ребят! Я решила сегодня тоже снимать влог, потому что сегодня вроде как должен быть интересный день, но если это не так, значит вы этот влог увидели с еще одним днем. В общем, сегодня у меня в планах. Через 10 минут выйти, поехать на массаж. Я уже собралась, не знаю зачем крашусь, потому что он и лицо мне тоже трогает, что-то там, какие-то махинации делает, но в основном шея и спина. Но все равно, я же влог снимаю. Потом, после массажа, я очень хочу поехать в торговый центр, возможно в мебельный магазин. Мы хотим вместе со Славой съездить, потому что вчера всю ночь не могла уснуть, я смотрела дизайн разный. Сейчас вам даже покажу, что я нашла, что мне нравится. Я просто с ума схожу от того, как сильно я хочу поменять все в квартире, но больше всего меня вымораживает, знаете что? Я очень хочу, чтобы из этой гостиной сделалась кухня, но мне кажется, это невозможно и нереально. Просто нет, планировка здесь хорошая, да. Ну, как бы нормально. Но мне уже хочется более такую молодежную, там типа гостиная из кухни, сюда-сюда. Мне кажется, тут бы идеально. Ну, может не очень идеально, но хорошо бы встала кухня. Не знаю. Много вопросов, но одно я знаю точно, что я очень хочу нанять дизайнера, который все мне поменяет. И есть одна проблема. Типа, знаете, поменять обои и мебель, это не так геморренно, как, например, поменять пол. Он темный, и я смотрю, что в основном сейчас какие-то классные дизайны, которые мне нравятся, они со светлым полом. Меня это, конечно, расстраивает. Но тут, на самом деле, много всего, что я хотела бы поменять. И у меня просто взрывается мозг, потому что я не знаю, что делать. Типа, продать квартиру, купить другую, сразу там сделать хороший ремонт, либо вложиться в эту квартиру. Ну, блин. Меня просто разрывает, но я хочу все-таки заказать какой-то дизайн-проект. Не знаю, сейчас я вам покажу. Кровать, которую я нашла, я как раз хочу в комнате, в спальне сделать. Ну, вот видите, она тут тоже на светлом... со светлым полом. Да, блин, фокусируйся уже. Короче, типа, кровать сразу с панелью. Типа, как у Карины в комнате стоит, то, что такая мягкая панель на стене, и как бы кровать. Я просто понимаю, что это идеальный вариант, потому что... Ну, я вам в прошлом влоге рассказывала, что вот этот подголовник занимает огромное количество сантиметров. Я вчера даже померила, блин, 15 сантиметров, 15, Карл, какого хрена? Вот. И, короче, много всего класса нашла, конечно, все не десевое. Но мне кажется, что можно найти дешевые такие варианты. Вот такие вот я нашла эти прикольные, тоже очень понравились. Ну, безумно дорогие тумбочки, ну, около кровати, которые, видите, очень прикольные. Но по цене они что-то там вообще каких-то сумасшедших денег стоят. Я такой не хочу, потому что у меня такое отношение к мебели, типа, да, какую-то мебель нужно купить хорошую, потому что она тебе долго прослужит. Но не кровать, например. Возможно, даже не тумбочки. Ну, я не знаю, что. Что? Что? Потому что вся мебель, которую мы сюда покупали, да, когда делали ремонт, с мамой, там, с дедушкой, ну, что я могу про нее сказать? Половина уже хочет как бы уйти отсюда, и уже как бы ей надоел этот мир. Ну, ладно, не половина. Короче, меня просто разрывает. Я хочу поменять двери, хочу поменять полы, хочу все поменять. И знаете, меня это так гложет, потому что вот вчера ночью я психанула и подумала о том, что мне неуютно у себя дома. Просто потому что меня достали эти стены. Может быть, поэтому у меня не брос. Просто эти мысли ко мне приходят абсолютно хаотично в разное время. То я недовольна, то поменяли обои, вроде мне нравится уже. Но потом я все больше и больше думаю о том, что я очень хочу, чтобы дома у меня было так красиво, чтобы я всегда могла позвать каких-то блогеров к себе домой и, типа, гордиться тем, как у меня красиво и модно дома, знаете. Конечно, может, это мелочи жизни, но в любом случае просто меня достало здесь все. Я знаю, что когда ко мне приходят в гости, всем нравится. Все говорят, о, уютно, о, миленько. И я понимаю, что можно без фанатизма просто какую-то мебель заменить, где-то обои поменять. Но мне так хочется все поменять, очень хочется. Конечно же, все эти проблемы упираются в деньги. Типа, как придумать так, чтобы сделать, ну, как бы много, но недорого. Типа, поменять в целом картинку, но чтобы не, там, снимать полы во всем доме, еще что-то. В общем, сложно. Еще, короче, дизайнеров. У меня дядя с Тотей покупали квартиру и сделали там дизайнерский ремонт. Они мне дали контакт. Причем мне очень понравилось, как они сделали. Но у них была такая схема, что им просто сделали дизайн проект, они заплатили. Я не помню. Ну, не очень дорого, кстати. Конечно, хочется вообще бесплатно или типа тысяч пятьдесят максимум за такое отдать. Потому что, по сути, это что, сел в комп, накидал рисунки, красоту и все. Но я понимаю, что, как бы, это работа, да, которую тоже нужно оплачивать. Я знаю, что есть дизайнерские всякие штуки, проекты, которые намного дороже стоят. Например, какие-то известные дизайнеры могут много денег попросить за такое, еще что-то. Я, короче, хочу, чтобы мне сделали бесплатно по бартеру дизайн проект и сказали, где достать эту мебель. Я просто, получается, куплю эту мебель, которую хочу. Найму там человека, который, ну, не человека, а какой-то типа мини-бригаду, которая мне здесь все перелопатит. И сделать красоту, как я хочу. Хотя все равно у меня же очень долго были мысли о том, что я хочу жить в доме и все такое. И вообще мне нравится эта квартира, реально нравится. Вот сложность, когда это твоя квартира несъемная, в том, что ты, как бы, к ней привязан. И у тебя нет варианта просто найти себе другую квартиру и жить там. Уже с другим ремонтом, типа тебе не надо заморачиваться, еще что-то делать. У меня нет такой возможности, потому что это моя квартира. И у меня, как бы, есть варианты либо продать ее, купить другую квартиру. Но я не хочу эту квартиру продавать, потому что она изумительная. Она находится в офигенном месте. Итак, ребят, я в шоке с того, как сегодня жарко. Мне придется, наверное, на ходу как-то снимать этот тренч. Потому что мне в нем очень что-то жарко, 25 градусов. Куда я так вырядилась, я не понимаю. Просто я так устала от этого непонимания погоды. Вы знаете, я очень нервная. Общественный транспорт какой-то выхлопной газы пустил. Короче, я очень нервная постоянно. В принципе, кто-то, кстати, написал то, что из-за этих таблеток я стала более легкой, какой-то разговорчивой, еще что-то. Вы знаете, я тут поняла, что эти таблетки, они просто убрали тревожность, которая у меня недавно появилась, а не то, что она у меня всегда была. Так что вы не подумайте. Они просто убрали эту тревожность. А по сути, я сейчас точно такая же бываю. Злая, нервная, молчаливая, если меня выбесить. Ну, короче, таблетки это не решают. Вот, видите, какая я нервная. Ну, что вы мне сигналите? Тупые. Вот знаете, почему они мне сигналят? Потому что я стою на стрелку, которая не горит. И типа, я должна поехать не по правилам, а не пойти ли вам на... Я просто в шоке. Типа, знаете, им пофиг, они могут нарушать правила. И ехать на красный. Я так не делаю. Идите в сраку. Это вас потом прав будут лишать, а не меня. Так что, видите, я вся вся злая и нервная. Мне не нужны натуральные камни мраморные. Не надо. Мне можно из типа не самых дорогих материалов просто, чтобы красиво было. Потому что мебель, как я и сказала, это такое дело. Я не вижу смысла покупать дорогую мебель и какие-то дорогие вот эти вот все приколы делать. Потому что у всего есть время. Те же 5-6 лет тебе надоест вот эта вот там, я не знаю, какая-то мебель супер дорогая, из какого-то натурального камня, еще что-то. Потому что время, ну, какая-никакая мебель, она тебя достанет. Какие бы у тебя классные обои не были, они тебя достанут. Всегда в жизни хочется перемен, поэтому я за то, чтобы, ну, типа, делать недорогой, несумасшедший дорогой ремонт, ну, типа, лет на 5-6. А потом с кайфом его снова поменять, например. Потому что все равно надоедает. Хочется, ну, как бы, вдохновения. Мне вдохновения, честно, безумно не хватает, вот если говорить про мой дом. Потому что мне настолько все приелось. И я понимаю, что глупо ныть об этом. Я хочу сегодня поехать в какой-нибудь дом мебели. Я не знаю, зачем просто посмотреть, походить, попридумывать. Может быть, я успокою свои дикие желания нанять дизайнера, заплатить ему кучу денег. И сделать просто супер ремонт у себя в хате. Типа, знаете, поменять полы. Потому что у меня всегда такая идея. Так, вот есть вариант поменять кровать с тумбочками. И какую-то там мелочь, да, но полы и шкафы мы не трогаем. Потому что это гемор. Вот. И те же двери. Вот двери я просто... Не, ладно, двери еще норм. Просто я не знаю, чего я хочу. Цель моей жизни в ближайшее время изменить свою квартиру. Так, чтобы мне было приятно там находиться. Мне и сейчас приятно там находиться. Это мой дом. Но я хочу испытывать какое-то сумасшедшее вдохновение постоянно, когда прихожу домой и думать, боже, как шихарно я живу. Как я люблю свою квартиру, свой ремонт, свою какую-то там тумбочку саную. Вот я хочу просто вот таких эмоций испытывать. Сейчас я не испытываю такие эмоции, потому что тумбочка меня заколебала уже. Кровать у меня обдирается. В принципе, я спокойно сейчас могу взять, продать эту кровать. Или на дачу отправить, купить себе новую кровать. Да, могу поменять какую-то мебель вообще без проблем. Вот прям сегодня могу поехать в дом мебели и уже что-то себе там заказать, например. Но тут я начала думать глубже, что хочу все поменять, хочу дизайн-проект. И чтобы дизайнер сказал наверняка. Потому что вчера у меня появилась гениальная идея о том, что я хочу... Как это называется? Чтобы у меня, короче, типа коричневый пол, была коричневая кровать с тумбочками коричневыми и белые стены под шкаф, чтобы они прям как будто бы сливались и были одним целым. У меня была такая идея, типа будет хороший контраст, типа как коричневая и такое, типа молочное. Типа, знаете, у меня такая кофейная спальня, блеха, муха получится, я не знаю. У меня появилась такая идея, а потом я подумала, блин, а чё нафу? А я не знаю, а вдруг полы я хочу поменять через год и всё, ну короче, я не знаю. Самое, кстати, интересное, что я почти приехала, поэтому ладно, я сейчас пойду на массаж, спасибо большое, что послушали меня. На массаже снимать вообще никак не получится, потому что мне нужно раздеться, догола, лечь, придёт массажист потом, я буду лежать, потом он выйдет, я оденусь и пойду. Поэтому снимать ничего не смогу никак, не обессудьте. Вот. Так что да, а потом я к вам вернусь. В общем, ребят, рассказываю вам новости, которые произошли. Во-первых, я заехала за Славой, и сейчас мы приехали в какой-то мебельный магазин, который был не очень далеко от нашего дома, до которого ехать было что-то типа полчаса, а не час с чем-то. Ромер, я здесь один раз, по-моему, была с дедушкой, как-то мы приезжали. Где Ромер-то этот? В общем, рассказываю. Я позвонила мужчине, который у меня дома много чего сделал по ремонту, который поменял обои, спросила у него, сможет ли он мне прийти поменять обои снова в других комнатах. Он сказал, что в ближайшее время вообще нет, у него типа очень много всякой работы. И я такая, ну, отлично. Он сказал, что в субботу позвонить скажет, когда он смог бы, возможно, если у него появится время. Но это еще не все новости. Я, скорее всего, буду заказывать дизайн-проект. И мне предложили, только что звонили, по телефону общалась. Во-первых, дизайн-проект моей квартиры не очень дорого, я не знаю, что мне пришлют посмотреть, да, но их работы мне понравились. Очень красивые даже дизайны. Вообще какие-то копейки, типа 30 с чем-то тысяч. Ну, типа, знаете, не то чтобы это не деньги, это, конечно, деньги, и лучше бесплатно. Но по сравнению с, типа, 150 тысяч, 300 тысяч, ну, как бы это вообще, давайте мне 5 дизайнов. Вот. Но у них есть еще вариант, что они не только дизайн-проект делают, но и весь ремонт делают. И, конечно, этот вариант мне очень нравится. Но я им сказала, что мне нужно понимать, сколько это будет по цене. Типа, вот вы мне сказали, сколько будет дизайн-проект, 30 там с чем-то тысяч. Меня это устраивает. А сколько будет со всеми работами, мебелями и так далее? Я же не знаю, как я могу сразу на это согласиться. А Ромер-то где? Ну, пошли туда, где кухня и мухни. Просто поглядим. А, вот, Ромер. 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 Мы 5 раз эту табличку проходили. Я уже... Я смотрел на нее, думаю, ну, Ромер, а ты мне говоришь про какого-то Ромера. Вот он, мебельный. Ромер. Вот он, мебельный центр Ромер. Ладно, ладно, не психу. Короче. Ромер. Гомер. Дед. Я как мой дедушка, реально. Он какие-то названия неправильно называет, и я тоже. А мне нравится. Вообще не знаю, зачем я себя так мучаю. Приехала в мебельный, где я ничего себе сейчас не буду покупать. Ой, я уже все вижу красивое. Быстро заходим. Ребята, я с ума снятия. В общем, ребят, рассказываю, как мы погуляли в мебельном. Мы все еще в нем, но мне надоело здесь гулять, потому что, как я и сказала, я просто хотела поглядеть, поглазюкать. В принципе, ничего такого, что я такая... Не было просто все миленько, красивенько. Вот, примерно, показываю вам. Куча диванов разных. А я без понятия, чего я хочу. Я просто смотрю, потому что я максимально нацелена на дизайн-проект. Короче говоря, приехала к папе, привезла свою тачку. Видите? Трещину. Мне ее сделают. Ну, чего, рассказывай, как дела? Замечательно. Что, тачку мне сделаете? Сейчас приступим. Прямо все? Сейчас лючок тебе вырвем, завтра краску закажем. Кайф. Два-три дня, да? Ну, три скорее. Ну, скорее три, да. Короче, ребят, смотрите, вот что было после аварии. Что там у нас еще урод? Вот так все жестко было. Короче, дичь. А теперь покажи, что сделали. Гляньте. Вот то, что вы до этого видели, вот здесь все было смято. Но вы не думайте, это не финалочка. Это просто то, как все это заделали. Классно. Прикольно, молодцы. Мне через 10 будет финалочка. Выложено на нашу инстаграм-канал. А, кстати, да, подписывайтесь на инстаграм папиного сервиса. И там можете смотреть до и после, и что делать, не делать. Он туда каждый день постит. Теперь он этот ведет свой блог. Свой сервисный блог. Очень прикольно. Так что посмотрите, обязательно обращайтесь. Еще раз оставлю все данные на этот автосервис, чтобы вы могли сюда приехать, обратиться к моему папе. Он вам тут все классно починит, покрасит, все расскажет. И хочу сказать еще. Мы так придумали, что если вы придете и скажете, что вы от меня, то вам сделают скидку 5%. На самом деле это очень даже хорошая скидка, смотря какие работы вы делаете. А я думаю, что в любом плане, в любой работе это будет хорошая скидка. А с большим объемом можем и 10% сделать. Да, если будет вообще очень большой объем работы, то вам даже 10% скидку сделать. Так что тут вообще очень по кайфу. Приезжайте, своя атмосфера. Вообще все свои. Все вкусы. А пустин манго. Еще можно кальянчик покурить, если че. Нифига, я об этом никогда не думала. Прикиньте, сняли вот эту фиговину, чтобы принести в магазин, сказать, дать краску такую. Ну типа, вы поняли. Гениально, просто гениально. Так что приезжайте, мои хорошие. Адрес видите на экране. И номер телефона тоже. Звоните в любое время. Тут вам тачку поднимут, если че. Кстати, были вопросы. Кто-то у меня спрашивал, здесь снимался мой клип или нет. Нет, не здесь. Но здесь тоже можно снять клип, кстати. Кому надо, можете узнать. Ребята, меня везут в лес расчленять. Да ладно, шутка. Это вы купили типа для работы, да, чтобы всякие замчасти перевозить? Да. Ха-ха-ха. Так, это молодой кой. Там сидит папа со славой. Сейчас нас до дома добросят. Посмотрим. Слава в шоке. Звезда в шоке. Я не в шоке вообще. Это все ок. Нормальная коррестка. Но больше всего мне здесь нравится кондиционер. Это просто гениально. Ну вы, короче, решили продавать, да, эту тему? Да. Все-таки российский автопром. Это прям... Я готов памятник поставить людям, которые ежедневно работают на «Газели». Да. Мне стоит съездить километров сто, я на ней проезжаю, и потом сутки сплю. Такое ужасное. Итак, ребят, я уже дома, кушаю, уже почти доела. Пью, как всегда, бокальчик вина. Читаю комментарии под своим предыдущим влогом. Так, не съезжать. И это просто трэш. Мне кто-то пишет, типа, во-первых, Юля, как ты справляешься с негативом? Господи, ты какая я молодец! На самом деле, во-первых, у меня его очень мало, но иногда он проскакивает. Я просто обожаю это. Я к этому спокойно отношусь, меня честно вообще не колышет. Я просто изумляюсь тупости людей. Кто-то пишет, помню, смотрела Юлю в 2013 году, когда ей только брекеты ставили. И она еще в машине об этом рассказывала. Такая была девушка, своя и простая. Сейчас очень изменилась и внешностью, и внутренней. Я просто не знаю, это другой человек. Я, кстати, всю жизнь одна и та же. Себе не изменяю. Но мир меняется, люди развиваются. Это классно, наверное, но больше смотреть желания нет. Жаль, что так. Как я могу прокомментировать это? Если ты всю жизнь не меняешься, то значит ты остановилась в развитии, моя дорогая. Прими это. И не знаю, можешь с этим ничего не делать. Я не понимаю людей. Сейчас уже таких комментаторов практически вообще нет. То есть это вот может несколько человек написать. Очень редко иногда. Типа, блин, Юля уже не та. Знаете, почему я удивляюсь? А вы что думали, что я должна остановиться в развитии и быть той же девочкой 16-летней? Я просто не понимаю. Я села, короче, снимать про пресеты. Такая она позитивная. Это видео будет в не открытом доступе не для всех, а для тех, кто купит пресеты. Там будет папка и там будет типа от нас с Кариной по видосу с инструкцией, как пользоваться нашими пресетами. Звучит странно, но мы просто будем показывать, где что можно с кайфом подкрутить, чтобы изменить ситуацию. Если там, ну, кто-то думает, ой, 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 слишком темная, как мне изменить? Или вот это. Я никогда на эту фотографию не накладывала этот пресет. Я просто... Эта фотография у меня вот с этим пресетом выставлена в Инстаграм. Короче, чтобы таких приколов не было, мы все это, ну, хотим на видео показать, рассказать, чтобы человек полностью был удовлетворен тем, что он, как бы, приобрел. Вот, и мы хотим сделать это реально максимально качественно, классно, и поэтому мы, в принципе, так долго запускаемся всей этой темой. И, ну, как бы, много уже, блин, потраченной энергии, сил, денег даже. И, короче, я села уже, все, я, блин, смыла макияж из этих вонючих прыщей новых, которые у меня вылезли. Я думаю, что это, ну, не знаю, говорила я во влоге или нет, в сторис сказала, что это либо из-за месячных, которые скоро придут. Че их называть эти дни? Это еще что-то все мы знаем, о чем я говорю. Я молодая, не беременная, поэтому у меня они тоже есть. И слава богу. И я просто жалуюсь на влог, потому что, ну, где еще мне жаловаться? Причем самое интересное, что вчера, ну, мы с вами закончили там, где я на кухне сижу, вчерашний влог закончился резко неожиданно, потому что я очень много говорила, то есть у меня было еще на 20 минут где-то болтовни. И когда я начала монтировать, я поняла, что, ну, как бы, жестко, я уже так не считаю. Я просто там, ну, негативила, негативила, ну, как обычно, там, отвечала на негативные комментарии. И, в принципе, ну, как бы, я посмотрела уже на следующий день и подумала, да, мне уже неинтересно, не хочу, пошли нафиг. И, возможно, что сейчас я тоже буду очень много негативить, а потом все вырежу. Я просто хочу рассказать, насколько сегодня у меня непродуктивный день, и из-за этого я обешусь. И я думаю, знаете что, мне нужно плюнуть на все. Вот я просто сижу и не могу найти себе место. Мне нужно что-то делать, мне нужно постирать, мне нужно снять видео про преседы, мне нужно там еще что-то, мне нужно вылечить срочно свои прыщи. И, я не знаю, мне нужно еще что-то, пойти приготовить, пойти потанцевать, я не знаю. Так, звонок. Спасибо, спасибо, до свидания. Сейчас, слегка, да. Ну и, короче, я думаю, что такое вот у меня тупое состояние из-за этих дел. Не хочется так часто говорить слово месячные, которые скоро постучатся ко мне в окошко и скажут, давай мы здесь, там что делать будешь? Ничего ты с нами не поделаешь, мы есть. Смыла косметоз, заново накрасилась, потому что, ну, не нравится. Села, накрутила волосы, тоже не нравится, объема нет. Ну, может, ну, там есть какое-то, но, блин, вот так я люблю побольше. Ничего не получается, волосы мне мои весь день не нравятся. Я сегодня аж сидела, сториз снимала, по 500 часов просто я снимаю, такая, ребят, Сэм, привет. Потом такая, аааа, да что с этими волосами не так? Так не видно. Ну, вот эти вот торчащие, тьфу, на них. Ну и, короче, веселюсь, веселюсь, такая, ваа, привет, мой хороший, ты смотришь это? Значит, ты купил 10 пресетов по 5 от каждой из нас, девчонок. И сегодня я расскажу тебе, как ими правильно управлять, чтобы твой профиль был муа. Вот, говорю это, позитив прет из меня. Камера такая, я сел. Я такая, ну ладно, хорошо, у меня есть запасной аккумулятор, вставила, начинаю, болтаю прям вообще опять от души, от души. И знаете что, я уже подошла к моменту, когда я беру в руки телефон, захожу в Lightroom, чтобы как бы записывать экран и все это показывать. И знаете, что было дальше? Я захожу в Lightroom и вижу такую картину, что моя папка, это вообще угар, моя папка, где у меня последние, типа, фотографии 500, там, 300, неважно, да, которые я уже как раз обрабатываю своими пресетами. В принципе, мои сохраненные вот эти стили, ну, короче, пресет можно сохранить в папке стили. В общем, все это там будет тоже в инструкции для тех, кто купит наш пакет, там все это будет объясняться. И я, короче, захожу, и я понимаю, что, простите, а где мои пресеты? То есть там даже не пресеты, а какая-то чепуха, которую я делала, когда только начала, короче, пользоваться Lightroom. Лайтрумом, типа, тут вообще ничего нет, у меня просто все, типа, стерлось, куда-то делось. Захожу в стиле, там нет моих офигенских пресетов. Я такая, стоп! Короче, я не знаю, что произошло, может, у меня что-то слетело, Lightroom как-то перезагрузился, я не знаю. Но! Вы прикиньте, это просто, это просто шок. Если бы мы с Кариной не затеяли выпускать, продавать пресеты, то у меня бы их сейчас не было, они бы у меня сейчас пропали. Потому что я, ну, получается, у меня, я сохранила свои пресеты в ДНГ формате, чтобы их можно было как раз-таки вам потом скинуть, чтобы вы их использовали так, как надо, с них скопировать, получается, эффект, сохранить и как бы накладывать на другие фотографии. Вот с этого формата, с такой вот штуки можно это сделать. И, слава богу, у меня все это сохранено на папке, да, которую как раз мы будем, когда вот, типа, человек покупает, да, оформляет покупку, ему на почту приходит папка, в которой вся информация, пресеты наши с Кариной, два видеоурока, один от Карины, другой от меня. Причем сначала мы хотели вместе снимать, а потом, ну, из-за того, что ей дома надо было сидеть, ну, и вы знаете, да, из-за чего. Мы, короче, решили по отдельности записывать, она уже свой видос сняла. Мы с Кариной как решили, что вот как только у нас будет на руках все готово, через, типа, три дня мы запускаемся. То есть пока у нас не готов сайт и наши там ролики и всякая вот эта тема, хотя у нас все готово, да, не хватает только моего ролика про пресеты, который я сейчас села снимать, как бы смонтировала бы я его уже сегодня, и как бы все уже, все готово, кроме вот там каких-то мелочей, которые там мы ждем одобрения от сайта, там вот этих платежей всяких. И, в общем, у меня все в Lightroom слетело, поэтому сейчас я загружу туда фильтры, я даже не знаю, я так расстроена, как Кайли Джейнер, хочу на море. В общем, ладно, ребята, мне сказать больше нечего, я пойду резать салат, потому что хочу, чтобы когда приехала еда, у меня был салат. Слава дома нет, он с другом тусит, и хорошо не видит мое ночье. Ай! Господи, я такая актриса, я просто с ума с себя схожу. Ну почему мне так же стало? Блин, я просто обожаю преувеличивать свои проблемы, просто обожаю. На самом деле, я всегда в такие моменты думаю, так, я генератор, вот мозгами понимаю, что мне сейчас надо это сделать, но душой вообще не лежит. Лентяйка вонючая. В общем, ладно, я с вами прощаюсь, нажалилась вам, насоплилась, в общем, не обессудьте, просто. Мне кажется, у всех такое бывает. Если у вас такого не бывает, то вы, наверное, роботы. Привет, ребята, представляете, какой переходик. Я в Икее. Приехала с мамой в Икею, чтобы купить офигенный стол на дачу, в баню. И мы его сегодня тупим, потому что он нереально крутой. И стулья возьмём. Сейчас я вот думаю посмотреть вот такие подушечки, может быть. Потому что стулья такие мы берём, деревянные, со спинкой. Вот так мы и гуляем. Кстати, я тут поняла, что я больше никогда не буду покупать разноцветное постельное бельё. Я вот думаю, может быть, мне взять однотонное? Мне тоже однотонное нравится. А я не знаю, зачем у меня посмотреть с какими-то рюшечками. Я не знаю. Мне нужно посмотреть постельное бельё. Вон тот хороший. Да. У меня простые. У меня вот прям простых достаточно. Кстати, вот этот классный очень. С оранжевой такой полоской. Мне нравится. Прикольное, да? Хоть и с оранжевой какой-то полоской, но даже прикольно. Я хотела... А, вот. Я хотела такое. Оно это и есть? А, ну вот, просто оно на одеяло где-то было. И что? Получается, здесь у меня под одеяльника две наволочки. Две наволочки 50 на 70. А эту отдельно. Да. А ещё мне нужно купить наволочку для подушек для Вивьены. Потому что у нас ещё одна подушка должна лежать посередине. Я её тоже меняю. На ней спит Вивьена. Вот так. Что она? Не живой организм маленький мой. В общем, мы с мамой уже из Икеи приехали на райончик и сели в ресторан, в котором ещё никогда не сидели, не были. Я сказала себе хачапури по-аджарски. Надеюсь, что они окажутся вкусными. Я хотела вам рассказать про наши пресеты. Во-первых, вчера я всё-таки сделала это видео, потому что, наверное, будет тут шумновато, но надеюсь, что вы меня услышите. В общем, вчера мы с вами остановились на том, что у меня плохое настроение, что я не хочу ничего снимать и всё такое. Но потом мне позвонила Карина и сказала, что у нас уже всё работает, сайт работает, всё готово. И она даже купила наши пресеты. То есть она попробовала всё это сделать, чтобы всё точно проверить. Она купила, и ей пришла бабка на почту с нашими пресетами. Поэтому она меня вдохновила. Я пошла, выпила вина, поела и пошла снимать этот ролик. Вчера же его и смонтировала. Сегодня приеду домой, его ещё раз просмотрю. Он у меня вышел где-то на 20 минут. Вот, я вам, по-моему, уже говорила, да, что он не в интернет идёт. Это вот как инструкция к моим пресетам. Ну, короче, в пятницу, в эту пятницу, это знаете какое число? Сейчас я вам скажу. Это 21 августа. У нас открывается сайт, и вы сможете приобрести наши пресеты. Карина просила меня провести с вами такую беседу по поводу цен, которые у нас стоят. Я вам сразу говорю, у нас, значит, стоит цена 2200 рублей. Я понимаю, что для кого-то это копейки, для кого-то это немаленькие деньги, да, я это прекрасно понимаю, но Карина в своём блоге тоже, кстати, это объясняла, хотя я не смотрела, но она мне сказала, что она сказала. И я с этим согласна полностью. Мы проанализировали наших конкурентов, других блогеров, у которых пресеты стоят 4-5 тысяч рублей. В Америке это стоит ещё больше, то есть около... Муха какая-то. В Америке это стоит ещё дороже, то есть около 10 тысяч. Ну, там, 100 долларов с чем-то пресеты. Причём мы анализировали, и мы понимаем, что от других блогеров, например, они продают 6 пресетов за 4 тысячи. И мы подумали, что как бы поставить цену 2200, это просто вот... Ну, честно, я оцениваю дороже наши пресеты, потому что, во-первых, у нас 2 человека, и по 5 пресетов от каждой, которых вам хватит на очень долго. То есть это вклад в ваш Инстаграм и в ваше, скажем так, будущее популярное, допустим. Смотря для каких целей вы будете приобретать пресеты. Не думайте, не переживайте, 2200 рублей будет не всегда. Да, в первые сутки у нас будет скидка 30%, и цена будет 1540. Если для кого-то 2200 это дорого, то просто постарайтесь приобрести и в первые сутки наши пресеты. Ну и, конечно, мы будем иногда, частенько делать скидки не только по праздникам, но и по настроению. Поэтому, если вдруг не успеете купить в первые сутки, то будут ещё скидки. Поэтому не расстраивайтесь. Я видела комментарии, многие писали то, что 2000, ну, не так уж и много для пресетов, учитывая, что их там 10 штук. Для кого-то я понимаю, что это как бы дорого. Кто-то, наверное, ждал пресеты там за 300 рублей. Ну, извините, мы не Диана Шурыгина. И как бы, ну, извините. Это как купить брендовую сумку. Вы можете купить не брендовую сумку, но она не факт, что вам принесёт столько удовольствия и столько классных фоток, допустим, вы с ней сделаете. Как купить брендовую сумку. Это просто такая аналогия к нашим пресетам, потому что мы их оцениваем очень дорого. Так что, мои хорошие, пожалуйста. Я знаю, что наверняка кто-то сейчас уже пишет негатив. Я тебя ненавижу, 2000, ты с ума сошла. Какие бабки? Ну, блин, ребят. Мы же вас не заставляем, мы же вам не говорим, продавайте там, что у вас есть. Просите у родителей, бегите. Я не знаю, не покупайте себе еду в этом месяце. Мы же вам такое не говорим. Кто сможет и захочет, тот купит. Просто примите это. Мы такую цену поставили, на нас не нужно негативить. Мы не обязаны продавать это за 200-300 рублей, потому что мы это так и не оцениваем. Наш труд стоит побольше. Поэтому не надо. Вот не надо. Вот. Ну и про пресеты я уже вчера рассказала отдельно. От каждых по 5 штук напомню. Вот. Запуск у нас будет в пятницу, получается. Откроется у нас вот этот старт продаж. Вы сможете посмотреть на наш сайт, все полистать, до-посы скачать. И, кстати, еще хотел сказать, что помимо пресетов, и папки с инструкциями, и два видео инструкции от меня и от Карины по поводу того, как пользоваться нашими пресетами, вы еще найдете от нас с Кариной такие приколюшки. Я собрала гифки. Всякие прикольные в Инстаграм. Там их собрала тоже в одну папочку. И кому это интересно, кто хочет оформлять сторис, но не знает какие-то вот эти гифки, писать текста, названия, ну, для вас это пригодится, но это как бы не основное, да. То есть это идет просто как такой маленький бонус. Это не... Не думайте, что это там входит как-то сильно в стоимость. Нет. В стоимость у нас входит только пресеты. А все остальное мы сделали просто от души, от себя, чтобы вас порадовать. Те же самые видеоинструкции, как пользоваться пресетами, мы могли не записывать. Но для нас важно, чтобы вам все понравилось, для тех, кто приобретет наш пакет, чтобы этот человек остался доволен. Я надеюсь, что так и будет. Я вам не показывала, я сейчас на другой тачке гоняю. Ммм... Как в детстве. Ха, как 16. Так что вот, съездили с мамой в Икею, купили много всего классного, купили офигенный, просто красивейший стол на дачу. Кстати, а когда его привезут? Привезут прям в день выхода наших пресетов. Обязательно потом я покажу его, когда поеду на дачу. Он нереально крутой, здоровый, огромный. Мне кажется, у нас в жизни это первый большой стол. Да? Вот такой большой. Слушай, ну там его под этой скатертью даже не видно. Но все равно этот вообще шикарный. Да ты что? Это вообще грех. А я все сижу и думаю, что же мне делать? Делать мне дизайнерский ремонт у себя в квартире? Или продать все нахрен и жить в загородном доме? Короче, не знаю, очень сложно. Мама мне тут дала идею посмотреть, где в каком-то еще направлении, где продаются участки, чтобы построить там свой дом, либо, возможно, купить готовый дом. И, короче, сейчас буду сидеть, кушать, смотреть, болтать с мамой, потому что... Ну, я вам рассказывала уже, что я безумно-безумно хочу что-то такое поменять в своей жизни. Да и, в принципе, я давно вам говорила, что хочу жить в доме, но иногда мне кажется, что я просто не готова жить в доме еще пока что. Сейчас лучше. Здравствуйте. Йо-йо, девочка Lexus. Мне нужен такой трек. Большой автомобиль для больших любителей. Поездить. У нас куча всего. Итак, ребята, я уже дома, и посмотрите, какой красивый бокал. Мне кажется, что здесь очень много вина. Я села кушать и читаю комментарии под блогом Карины, где она рассказала о том, какие цены у нас будут на пресеты. И хотелось бы прокомментировать некоторые. Конечно, мы знаем и ожидали, что будет какой-то негатив по поводу того, что очень дорого, очень дорого. Но мы с вами не согласны. Для кого-то это дорого, для кого-то это копейки, дешево. Но мы поставили адекватную цену. Это типа, как знаете, вы приходите, я не знаю, в магазин купить себе какую-то кофту. Обожаю привозить такие примеры. И вы такие, а что она стоит там, типа 600-700 рублей? Почему не 30 копеек, например? Почему? Магазин поставил такую цену, поэтому вы либо покупаете кофту за эту сумму, либо вообще не покупаете и оставьте вот все это в покое. Очень жаль, что вы поставили такую цену. Ваша аудитория – это девочки-подростки, которые находятся на обеспечении родителей. Сразу говорю, нет. Наша аудитория – это давно уже не девочки-подростки. Если вы комментатор – девочка-подросток, и на обеспечение родителей – это как бы вы. За себя и говорите. Я не понимаю, откуда люди берут статистику. Вы понимаете, что наша аудитория выросла вместе с нами. Я знаю свою аудиторию, я знаю, что это люди старше 18 лет. Многие после 18 лет, да, и с 18 и раньше уже начинают сами зарабатывать деньги. В наше то время, когда мир блогеров, тиктокеров и всякой такой чепухи, и поэтому не знаю. Да нет, Карин, это не странно, когда кто-то продает пресеты за 3 тысячи, а вы ставите за более низкую цену. Я, как человек, который сам продает пресеты, правда, за очень низкую цену, могу сказать, что у вас бы даже спрос повысился, если бы вы ставили цены, которые подходят вашей аудитории. ЦА у вас – подростки. Люди, очнитесь! Если вы – подросток, это не значит, что все – подростки. Мы офигенно знаем нашу аудиторию, статистику людей, которых мы встречаем на улице. Просто проснитесь из этого сна, выйдите из этого мрака. Мы уже не 15-летние, 16-летние блогерши, у нас уже абсолютно другая аудитория. Наши ровесники. Мне постоянно пишут комментарии люди, у которых уже есть дети, мужья, там уже развелись несколько раз. Поэтому вот эту чепуху мне можете даже не писать, она меня никак не интересует. Я вас уверяю, что люди уже выросли. Короче, ребят, помните то, что я говорила, что цены вообще будут адекватные, вообще будет классно, круто? Я говорила правду, так, как я считаю, потому что я, опять же-таки, я не считаю, что 2200 рублей – это заоблачная сумма. Но если вы хотите развивать свой Инстаграм, вам в любом случае придется иногда... Я просто знаю, у меня есть друзья, которые, ну, абсолютно никак не относятся к, там, какой-то популярности, много подписчиков, там, блогерам, еще что-то. У меня есть друзья, которые ведут свои блоги и хотят стать популярными в Инстаграме. И они очень много, ну, я не знаю, сколько прям там тысяч, но я знаю, что они очень часто, периодически покупают рекламу в Инстаграме, продвижение. Это 100%. Таких людей достаточно много. И я просто знаю, даже сужу по своим знакомым, которые, там, не в мире блогеров, да, может быть, не зарабатывают так хорошо, как мы, блогеры, скажем так, да. И я знаю, что для них это нормально, они могут себе это позволить. Поэтому я и сделала такие выводы, что, типа, это не такая уж и заоблачная сумма. И если кто-то там пишет по поводу того, что, охренеть, за такие деньги, 10 пресетов, всего 10 пресетов. Суть в том, что получается так, если 2200 разделить на 10, это 220 рублей за один пресет. Это что, много? Но суть в том, что одним пресетом вы можете пользоваться, блин, год и больше. 10 пресетов, это просто на всю жизнь. Это вы один раз покупаете и можете этим пользоваться просто бесконечное количество времени, потому что там абсолютно разные пресеты. И я знаю, что есть блогеры, которые и сейчас продают какие-то пресеты, кто-то продает дешевые, типа, такие, знаете, где там ни кривых, ничего. То есть у нас есть очень сложные пресеты, которые за 300 рублей вы не купите. Ну, я не знаю. Или купите, но я не знаю, где, у кого и как. Я такое не видала, по крайней мере, качественного я не видела. И я тут смотрю, вот в комментариях тоже пишут разное, все такое, что 2200, это много, это много. Но при этом мне почему-то в директ очень многие пишут, я возьму, вообще возьму, нормально, это оправдано. То есть все люди разные, я не могу угадать про всех. Просто я считаю, что типа 2200, это не так уж и много. Я не знаю, мне кажется, это нормально. Это, грубо говоря, как вот если бы я продавала свой пакет пресетов, он бы стоил, например, 1000 рублей. 999, хорошо. Вам бы больше понравилось, но тут два офигенных пакета от двух блогеров. Пожалуйста, не забывайте об этом. Я просто искренне надеюсь на адекватные комментарии, на понимание, просто согласитесь с этим и все. Вы можете это не покупать, как я и сказала. Если для вас это сложно, если для вас это много, пожалуйста, просто не покупайте, просто, как это говорится, не можешь срать, не мучай жопу. Вот просто не делайте этого и все. У меня тут родился тост. Посмотрите на мой бокал. У меня родился тост. Вот наши пресеты, они не для всех. Просто не для всех. Наши пресеты для тех, кто может позволить себе купить 10 пресетов за такую сумму. Наши пресеты для тех, кто не покупает пресеты за 200 рублей, где их типа 300 штук. Ребят, 300 штук пресетов, это что такое вообще? Это вообще что может быть такое? Мне просто даже интересно на это посмотреть. Я читаю все еще в комментарии и кто-то пишет, охренеть, надо было за 200-300 рублей продавать, а не за 2-200, это что такое? А может вообще бесплатно отдавать, может вообще вот что такое? Если вы думаете, кто-то написал там такую умную мысль, вы понимаете, девочки, вы такие глупые, бизнес вы не знаете, чтобы заработать денег, вам нужно было цену маленькую поставить, тогда все бы купили. Вы думаете, у нас в первую очередь идет цель заработать деньги? Думайте, как хотите, но если бы у нас была такая цель, то мы бы поставили меньше сумму и тогда бы куча людей, все-все-все-все-все могли бы купить эти пресеты. А нам не хочется, чтобы все-все-все могли купить эти пресеты. Нам хочется, чтобы этой информацией пользовались только те люди, которым она реально нужна, которые реально хотят эти пресеты. Я вас умоляю, просто умоляю, отнеситесь к этому адекватно и спокойно. Я вам буду очень благодарна в комментариях и вообще, в принципе, в последующих видео просто вот низкий поклон вам сделать за то, что вы адекватно отнесетесь к этой информации. Для меня очень важно, чтобы максимальное количество людей к этому так отнеслись. Спокойно, без всякого там типа вай-вай-вай-вай, раздеть меня до гола хочет. Но ведь это же... Слушайте, это же не то, что мы же вас не заставляем. Поэтому, мои хорошие, за вас. Я все равно знаю, что есть дофига людей, которые хотят наши пресеты и это будет оправдано, потому что они очень классные и просто каждому пресету я сделала инструкцию, как его крутить. Даже на самых каких-то сложных фотографиях каждый пресет будет выглядеть офигенно. Выпьем за это, а я с вами прощаюсь. Будьте счастливы, здоровы, не гоните, ждите в пятницу наши пресеты. В первые сутки будет скидка 30%, поэтому можно их урвать за 1540 рублей. Все, пока!